Сейчас курорт участвует в реализации специального инфраструктурного проекта по ремонту многоквартирных домов и соцобъектов Донецкой Народной Республики. По словам главы города, вклад сочинских строителей высоко ценят местные жители. Главная задача, чтобы темпы, которые вы набрали там с коллегами с Минстроя, также на высоком уровне отрабатывались. За вами много кто наблюдает, поэтому темпы не снижать. Это действительно отзывы самые положительные, самые добрые от всех жителей Донецкой Народной Республики. В Мариуполе и Макеевке уже сданы семь объектов. До конца года сдадут столько же. Добавлю, что по словам вице-мэра Сочи Юрия Цицкиева, в Мариуполе и Макеевке сочинские строители восстанавливают более 80 зданий общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Мы на сегодняшний день являемся первым и остаемся единственным муниципалитетом-шефом на новых территориях. Там более 80 субъектов Российской Федерации занимаются поддержкой и помощью. Но муниципалитет единственный. Средства выделяются из федерального бюджета. Городские средства вообще не тратятся на специальный инфраструктурный проект. От города требуется только организационное мероприятие. К восстановлению зданий на новых территориях привлечено около 500 сочинцев. В их распоряжении несколько десятков единиц техники. Вместе с тем, по словам Юрия Цицкиева, нехватки рабочих рук на курорте сегодня не наблюдаются. Подготовка к зиме в Сочи идёт по графику. Особое внимание уделяется расчистке рек и водоотводных каналов, подготовке коммунальных сетей к зимним нагрузкам. Началась подготовка и к оздоровительной кампании 2024 года. План будет готов уже к середине октября. Глава города отметил, что основной упор нужно сделать на работу по подготовке педагогов и обеспечению всех мероприятий необходимым инвентарём. И по данным мэрии, в этом году город обеспечил организованный отдых более чем 72 тысячам детей. Для них работали десятки лагерей. В том числе и круглосуточный лагерь в школе номер 19 и два палаточных лагеря. Помимо этого, школьники участвовали в молодёжных форумах и разных спортивных соревнованиях.